В прямом эфире Эрба Кауфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Верховный суд Башкортостана сегодня рассмотрел апелляционные жалобы бывших полицейских, которых подозревают в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавателя и принял решение не изменять меру пресечения в виде ареста на два месяца. Слушания проходили в закрытом режиме. Таким образом, все бывшие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов пробудут в СИЗО как минимум до конца года. Обжаловать это решение пытались адвокаты подозреваемых. Эксполицейские арестованы Кировским районным судом 2 ноября и взяты под стражу на два месяца. Напомню, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району. Предварительно установлено, мужчины сначала выпивали вместе, а затем пригласили в кабинет и изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя. О случившемся сообщила сама потерпевшая. Более 5% фельдшерско-акушерских пунктов на селе в Башкортостане не работают из-за отсутствия в них нужных специалистов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Рафаэль Епаров. Также, по его словам, 72 таких пункта находятся в аварийном состоянии, а в 150 работают только медсестры. Без доступа к первичной медпомощи в регионе оказались более 5300 человек. Речь идет об отдаленных населенных пунктах с численностью жителей до 100 человек. Решать проблему власти намерены с помощью передвижных и модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Особо, исполняющий обязанности министра здравоохранения, отметил ситуацию в начале года, когда запасы льготных лекарств попросту отсутствовали. Причину он не назвал, однако сообщил, сейчас в регионе лекарствами обеспечены 95% льготных категорий граждан. На сегодняшний день контракты на поставку лекарственных препаратов практически полностью заключены. У нас заключено более 1041 контракта по федеральной льготе и почти 1500 контрактов по региональной льготе. Соответственно, за счет бюджета Республики Башкорстан выделены дополнительные средства на обеспечение пациентов орфанными заболеваниями. Сегодня мы можем сказать, что более чем на 95% лекарственные препараты не обеспечены. Напомню, предыдущий руководитель Минздрава Республики сложил полномочия в середине октября после жесткой критики от временно исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова. В частности, претензии были и к нехватке новых поликлиник, а также квалифицированных кадров на места. В Уфе в двухэтажном здании обрушилось межэтажное перекрытие. Происшествие было сегодня в 3 часа ночи. Как выяснили, прибывшие на место спасатели обвалились части, к счастью, уже расселенного барака по улице Султаново. Системы жизнеобеспечения дома были отключены еще в сентябре текущего года. Сотрудники МЧС установили, что в двухэтажном бревенчатом здании произошло частичное обрушение деревянной межэтажной перегородки и кровли. По сообщениям очевидцев, в здании зачастую находились лица без определенного места жительства. На этот раз дом был пуст. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллар вырос на 10 копеек 66,09 евро, в плюсе на 36 копеек 75,68. Лучшие обменные курсы на данный момент покупка и продажа доллара в банках Нейва и Финал за 66,21 и 66,43 соответственно. Эти же кредитные учреждения предлагают и наиболее выгодные курсы покупки и продажи евро. 75,66 и 75 рублей 96 копеек. К этому часу пока все. Оставайтесь с РБК.